я приветствую зрителей 9 канала сегодня понедельник и в эфире очередной выпуск программы доживем до понедельника добрый вечер в студии как обычно григорий гельфер евгений гендин и меня зовут елена кальянова мы рады что мы все относительно здоровы и с вами но не обещаем что не будем каждый добрый вечер работает у нас прямой телефон 370 3101 в течение нашего эфира звоните комментируйте и работает у нас прямой фейсбук он не национализирован не спешите отзывать свои лайки и комментарии из фейсбука на них на растут процент пишите комментируйте хвалите и дозировано ругаете вот уже сообщают что есть звонки и я немножечко добавлю перед тем как мы вот начнем нашу программу у нас сегодня работает такой опрос на протяжении программы так вот представим с вами что мы все вкладчики приватбанка наши зрители примерно и у вас есть действующий вклад вот наш вопрос такой что вы будете делать сегодня если у вас есть вклад приватбанки ответы простые да или нет заберете его от если есть возможность если есть возможность естественно если срок подходит или оставите там связи с тем что проблем с ним не будет два телефона если ответ до 370 3102 по-моему ошибка у нас на экране или все таки нет сейчас 3103 это скорая помощь ну там передать отвечайте вот так как так как вы видите на своих экранах сейчас исправят ошибочку будет 30 370 3102 и 370 3103 для ответа нет и мы какие-то выводы то чтобы легче запомнить в когда это милиция не скорая помощь я хочу начать все таки сегодня ну такой знаменательный день сегодня праздник сегодня день святого николая это такой в общем-то прижившийся у нас праздник когда дарят подарки детям вот всем там я недавно дарил многим детям подарки надеюсь еще буду это делать святой николай чудотворец это святой который жил там в третьем веке примерно нашей эры в византии там он архиепископом был мир ли мир и ликийской это город такой значит ну в принципе он прославился до тем что он делал чудеса разрушал всякие языческие храмы в частности храм артемиды разрушил там ну добрый был человек чудотворец вот ну и очень такая поучительная история о том как у одного человека было три дочери и не было денег на придана и он собирался их даже уже вытолкнуть а в каком банке он их держал кого-то дочерей нет он их не держал в банке он их наоборот пытался даже зарубежном да значит привлечь к торговле той красотой которая их наделила природа и вот святой николай он значит бросил не 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 он там ночью подкрадывался и бросал мешочек с золотом и мешочек золотом попадал в чулок и девочки значит по очереди каждая из них значит в общем то получила это золото и удачно вышла замуж так что спасибо святому николаю за этих трех девочек и нам за и за то что он подарил нам такой праздник давайте делать я думаю что большинство зрителей нашей программы у те кто были в турции хотя бы один раз они побывали в этом городе мира где собственно похоронен городке где похоронен святой николай его мощи уже там разбросаны по разным городам но тем не менее туда вот едут как на родину святого николая очень симпатичное кстати место ну а золотом стали проблемы некоторые вообще с наличкой это мы уже немножко анонсировали но начнем немножко все равно там все спросят а почему вы не говорите о главном мы сейчас будем говорить о главном не говорят что уже вот несколько раз человек звонит уже хочет отозвать деньги да мы сейчас будем говорить о приватбанке все естественно уже об этом слышали ну мы поговорим добрый вечер давайте мы слушаем вас потому что вы уже давно ждете там где горбатый мост когда едешь на игре вот они во время дождя катали вот асфальт кто-то замечание сделал это выброшенный день вот отсюда потом и всякие не гораздо так а потом же про улица хочу сказать такие есть улица название что даже что даже что знает такие улицы удары некоторые за такие которые долго живут плохо знают эти улицы да ну таки за кстати к вам как вот деятелям культуры вопрос по названием улиц по моему это вопрос очень сложным и я думаю посвятим еще отдельные передачи а по поводу того что там надо надо значит и сейчас мы обратимся от нашей программы в департамент благоустрию михаилу александровичу лысенко пусть значит проконтролирует что там да 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 ну и вот я я думала что звонок по сегодняшней основной теме нет по другой тогда о сегодняшней это вкладчик ащет банка по видимо да объявили сегодня уже вчерашнее ночное решение о том что коммерческий банк приватбанк перешел в собственность государства его национализировали на все сто процентов не оставили ни одной акции его основным и небольшим акционером тоже всех лишили пока ситуация вот относительно спокойная везде на улицах города наблюдается некоторая паника у банкоматов люди конечно же боятся снимают деньги где-то есть проблемы со снятием денег но пока все обещано что все будет хорошо что не будет проблем у физических лиц то есть у вкладчиков обыкновенных вкладчиков которые не имеют отношения к акционерам что все деньги сохранятся проблем с работами сервисов тоже не будет ну в общем то пока ситуация она такая нормальная стабильная и мы тут вот обсуждали перед эфиром наше мнение высказывали все сошлись во мнении ну что эта ситуация самая лучшая которая могла бы быть вот данный предположитель предположительно потому что варианты были гораздо хуже даже условно то есть тут очень много экспертов это я кстати за несколько дней до этого я там фейсбуке написал что ощущение что никто не понимает что происходит но все знают причем я писал это не про не про приватбанк а просто про ощущение в атмосфере которая витает все 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 знают но никто ничего не понимает вот а в коментах все подумали что это про приватбанк я абсолютно там согласен я дилетант в отличие от всего фейсбука и экспертов соборного анд индустриального и прочего района у нас до 20 миллионов экспертов вот но тех знаний которые у меня были немножечко инсайда немножечко там среднего и высшего образования и так далее из всех вариантов я считаю опираясь на свои знания которые могли быть а их было в общем то четыре там выкристаллизовалось этот вариант на данный момент посмотрим как будет развиваться он лучше я еще могу сказать спасибо данной ситуации еще и западу потому что торги бы шли гораздо дольше то что что-то надо было предпринимать это но это было понятно да инициировал да потому что то что надавили на не нужно запад надает кредит и надо принимать что надо принимать решение слишком далеко дошло и действительно он уважуха огромная приватбанку зато каким он стал а теневые стороны они есть теневые стороны я вообще это рассматриваю как мистера джекела и мистера хай это две стороны вот эти но безусловно он по технологиям по технологичности по онлайн-банкингу приват 24 остался газа да там просто курят все остальные остальные банки но меня я хочу предостеречь но действительно очень много экспертов вот и здесь даже даже здесь за этим столом не не эксперты опять вот это то что меня вот это тошнотворное загоняние в матрицу мне вообще народ интересно так он ненавидит и олигархов и государства то звучит отобрать всего олигархов а теперь когда ему сунули матрицу что у олигарха все отобрали он жалеет все таки сердобольный народ да и государства вот поэтому это но я и кстати как пример можно фотографию типичный пример экспертов вот такие вот такой экспертиз вот прошу прочитать зато юрлица с большой буквы до юрлица ну гонишь платежи я в заключение хочу сказать что но это как бы мое лично но думаю что не только мое гораздо но с приватбанком как бы я думаю что все будет нормально и всех у нас все будет нормально острее гораздо и больше меня пробили события на светлодарской дуге тоже которые там манипулируются сколько погибло там человек мы тоже не владеем этой информации тоже используют в своих целях но очередной войск корых очередная эта дорога госпиталь аэропорт аэропорт госпиталь но меня это гораздо ну вот и попытки манипулировать связывая с приватбанком вот эти вот проблемы то на самом деле в основные проблемы они из-за того что нет достаточного количества информации и информации это кстати важный момент в этой ситуации проваленная информационная компания иногда нет но информации квалифицированной зато избыток информации вот такие слухи я просто хочу сказать ну еще немножко добавить я просто я не знаю какой но я вот реальный вкладчик приватбанка и все что грустно на же то ну там реально гроза за лет наверное 5 или 7 вот какие-то там средства которые я храню в приватбанке и в общем то ну честно говоря есть определенное переживание но есть в общем то все таки ну ну президент сказал да что он сейчас внес закон о том чтобы гарантировался не только вот тот минимум то который вот возвращался просто разоренным банком типа михайловского поскольку значит а гарантировалось вот даже больше столько сколько у людей ну а вот мы сейчас посмотрим люди же не верят типа государства все к чему прикасается государство считается надо как-то ломать эти стереотипы вот андрей денисенко только что вижу написал переводжу выплату своей депутатской зарплаты на картку приватбанку главное не передаваться меня просто смотрите давайте мы сейчас оценим вот доверие люди почему некоторые вот городские структуры переводятся в сбербанк если приватбанк уже государства старая информация у нас завтра изменится да там ожидали для меня это потому что приватбанк в любом случае вот смотрите какие доверяют да забрали бы 21 процент да правильно 79 оставили бы вклады а не наоборот давайте еще раз если бы вы были забрали бы до 19 процентов оставили бы не забирали то есть восемьдесят один процент на самом деле это вопрос доверия вот насколько люди сегодня верят это показало что иначе говорила если я ошиблась исправьте меня пожалуйста оставили по моему наоборот я боюсь вы бы вносить конфликт по моему мы да и нет оставили или нет так оставили давайте еще раз посмотрим если бы вы были вкладчик вы бы оставили да забрали бы 18 не забирали бы восемьдесят два все правильно пока так не скажи вопрос доверия выступал сегодня президент выступали глава нацбанка выступал министр финансов я не знаю когда слушала утром без конференции у главы нацбанка и министра финансов мне было честно говоря грустно потому что я ну вот ну нет нет уверенности они не публичные люди они очень неуверенно разговаривали они забыли аккордеон ильбаянцев было бы веселее перед глазами он явно читал написанный текст и он выглядит более уверенно ну вот мы посмотрим насколько убедили наших зрителей потому что я считаю что от того как будут себя вести вкладчики сегодняшние вкладчики приватбанка дальше насколько будет паника насколько люди будут забирать или оставлять депозиты будет ли отток гонтаре уверяла что не будет чем больше мы будем говорить тем больше будет паника не обязательно нет почему это уже случилось я сказал вот я например я говорю я вкладчик я в принципе не волнуешь вот у нас есть телефонный звонок давайте послушаем что думает наш зритель добрый вечер да слушаем вас добрый вечер я хочу сказать что у меня нет вкладов ни в банке приватбанке ни в каком-либо другом нет и никогда не будет потому что меня уже научили сбербанк сср который забрал все что заработали мои родные и ничего не вернули да я вас понимаю спасибо большое за звонок это это я сегодня вот мы говорили меня примерно то мнение тоже склада не приватбанке при всей моей любви к нему не в одном другом банке нет я просто я приводился не пример моей вот я помню то как вот лишились денег мои родители тогда да я как бы в общем так накопление денег тогда не имела никакого отношения но это было печально когда в один момент и вот раз это было не печательно это была трагедия это трагедия да потом через несколько лет мы там получили в этих многотысячных очередях получили с другой стороны неизвестно как бы сложилось так бы ты не вела с нами и телевизионную передачу а так сгорели вклады но ты зато с нами моя судьба могла сложиться по-другому родители копили мне на свадьбу деньги понимаешь они вот ты вышла надо было на святой николай бы пришел но это тема следующий леночка кинул бы тебе в чулок там давайте прежде чем мы перейдем к другой теме давайте еще один звоночек возьмем добрый вечер слушаем вас что скажете здравствуйте добрый вечер здравствуйте слушаем вас говорите мне нравится я виктор петровская я работал на национальном банке да здесь ушел на пенсию вовремя ушел в 11 году потом приходил мы получали деньги в банке ну там кто получал как можно было не все забирать деньги оставались деньги на счету а вот да да слушаем вас говорите потом прихожу снимать проценты а мне говорят гонтарева все запретила деньги лежат проценты не идут потом через некоторое время приходит письмо забирайте все деньги которые у вас там есть или мы сами перешлем это ващадбанк это ващадбанк банки да да вот так вот гонтарева сделала ну хоть из предложений забрать не очень хоть и как бы а проценты это уже не так как во всех банках лежат деньги идут процент процент процента все проценты не идут но вы абсолютно уверены что гонтарева это сделал я не сне адвокат и не гонтарева естественно это на шеф в этом вопросе ну ищем замену гонтарева пока работа ну пока знаете просто пока нет выхода вот кроме как верить ну вот где главой нацбанка шлопак да там приватбанк я сказал главой банка приватбанк который когда-то там работала когда-то руководил львовским комсомолом основатель приватбанка руководил днепропетровский комсомол так они поэтому и работали шлопак был во львове приватбанка так они же на себя работали это бывшие комсомольцы хорошо говорят на себя работали да и на родину но комсомол лет 70 прожил пожелаем при приватбанку в любом качестве прожить как минимум раза три по столько да ну в любом случае наш опрос работает пожалуйста звоните вот те телефоны которые вы периодически видите на экранах мы в конце нашей программы попробуем вот такую картинку увидеть наших мнений 18 на 82 пока сейчас звоните ну и там следующие темы у нас есть много таких сенсационных сегодня беглый депутат онищенко вот буквально на днях обещает обнародовать очередную партию пленок такой у нас новый майор мельниченко какие-то тайные пленки у него там часами записанные оказались часами во всех смыслах часами да и вот он обещает что это будет такая порция информации которая не знаю разоблачит нашего президента как коррупционера просто на все сто и что мы все увидим что он намного больше коррупционер чем был чем мы знали да да чем мы даже могли предположить вот он уверен что эта информация шокирует не только жители украины но и наших международных партнеров европу и даже америка и что америка отвернется от порошенко в связи с этим будет весной отставка порошенко это не я говорю это говорит депутата нищенко я попрошу отставка как отставка импичмент и лишь ну вот какие он не уточняет каким образом уйдет порошенко но все сложится так что я думаю возможно у нас весной даже новый президент думаю что это растутая история нас во первых уже дискредитирована дискредитация это к вопросу о вере у нас очень трудно уже дискредитировать у нас уже все утопает в таком количестве информации то есть на самом деле решения принимаются не на основании вот этих всех и электронных деклараций тогда они принимаются тихо не здесь и вне зоны шума от они щенка ты понимаешь много панте это это промоушен а смотри когда захотели национализировать сделали это вот так как захотел смысле вот торговали нифига себе решение очень быстро не лена но здрасте но я же приходил каждую неделю перед программой я тебе рассказывал как там идут торги за одну ночь собрались в воскресенье к админ вышел на работу это очень надо было готовить ройсман не поехал в командировку в швейцарию а вот деньги януковича третий год не один бросьмана тоже не поехал командировку в швейцарию нас много таких обещания продолжить тебе вообще много по жизни обещали а вот когда замуж там родители выполняли больше чем родители за собой не можешь процент в выполненных обещаний тобою и тебе вот примерно наверно как наверное как там если касается вопрос этот меня то я очень мало верю в обещание я вот стараюсь верить собственной интуиции но не все такие циники вот интуиты а значит есть такой портал ну да очень жесткие слова и дела вот там они скрупулезно дотошно въедливо изучают обещания политиков разного ранга от местечковых местных до значит глобальных вот так безусловно да и вот они составили рейтинг обещаний среди нардепов есть лидер рейтинга обещаний причем но для справедливости ради отмечу там есть количество обещаний выполнены не выполнены и выводится процент уровень ответственности и в процессе сколько находится уверенный лидер среди нардепов и я рад за него александр юрьевич вилкул 306 обещаний вот он в смысле на жительных не 306 вообще по количеству по количеству обещаний с большим отрывом лидер от вилкул 306 обещаний уровень ответственности 45 процентов справедливости ради скажу не что-то считает не самый но это их работа детка 45 процентов смысле из этого вот 45 процентов выполнил обещаний это достаточно неплохо там цифра есть выше и снижено по обещанию но 306 и как бы всего жениться из невыполненных к нему вменяется в вину то что он обещал там поддержать увеличение минимум заработной оплаты по блокам это не не поддержал опа блок вернуть название нашему славному городу тоже это не выполнила ну там и мэром же обещал быть тоже это там это учитывается но обманул какая-то да это карма такая уже не причем все кто связывается но невезуха там для всех но зато на вокзале спел хоть и не обещал кстати тоже очень важно на втором месте ляшко 191 обещание 29 процентов у него 29 процентов да он в частности например обещал комиссию по офшорам порошенко и тимошенко но не не создал обещал сдать свой паспорт дипломатический в мид тоже не сдал сейчас в процессе есть такой графа процессе например мораторий вот этот лес лес кругляк забирать узральники в паспорта и так далее на третьем месте юля юля владимировна тимошенко 182 обещание но надо сказать что она за новинского и они щенка проголосовала за снятие вот неприкосновенности но тарифный майдан она обещала но опомнилась и блокировать трибуну пока тарифы не снизят дальше дудобкин бойко из я закончу мэрами вот интересно мэра на первом месте романюк мэр луцка 360 обещаний 50 процентов выполнено на втором кличко 348 43 выполнено на третьем садовой мэр львова 317-41 филатов 10 пока там ничего не обещали нет филатов обещает но он в середине он 10 у него все навсего 83 обещания они из невыполненных ему вменяется в вину конкурсы которые были обещаны на там замок подвесные дороги не построил примаков кстати тоже там учитывается не выполнял что он обещал что будет вот секретарем от бпп а но у филатова интересная там есть штука у него среди мэров самый высокий процент в процессе то есть из 83 обещаний у него 46 находится в процессе в том числе кстати не матюкаться в фейсбуке это такое глобально пока выполняет ну хотя пару пару часов не заглядывал фейсбук может он нарушил есть телефонный звонок давайте послушаем добрый вечер добрый вечер думается что это удар по укропу коломойский дядька серьезный в президенты если пойдет то сметет всех дякую удар по укропу тем ну по приводам к ну дядька он конечно ничего не серьезный дядька он веселый маром да ну и в президенты я читал программу укропа меня как-то заставили да они что против вообще там они за парламентскую республику и президентом не предполагаются такой как бы как у нас и вообще ну так что если он пойдет он снесет не только президента но и пост президент я просто хочу вот сказать ты перед этим говорила о том что сейчас очень большие обвинения в адрес президента по поводу коррупции все такое я хочу сказать что на самом деле это не страшно то есть можно быть очень процветающей страной в которой может быть коррумпированный президент приведу пример южная корея неплохо живут пак кин хэ да вот женщина значит она президент которая в результате сон на женщина на минуту ну бак у нее какая-то подружка имя даже не буду называть которая даже никаких должностей не занимает но она создала какой-то фонд подружай какой-то там фонда на создала и типа начала все корпорации самсон их там и прочее прочее но немножко доить со словами я же подружка президента и в общем разгорелся ужасный скандал пришли корейцы южные корейцы побунтовали важное уточнение важно вот и она подала в отставку но что говорит история что до нее значит был этот самый ли мэн бак тоже президент мэн мужчина там же мэн он пришел на волне с коррупцией и оказался тоже замешан в коррупции а волне борьбы с коррупцией а следующий придет к а перед этим у них был вообще ким дэ чжун это вообще был лауреат нобелевской премии мира по коррупции нет по миру по миру значит его там вот какая там была у них диктатура его приговорили даже к смертной казни но американцы отмазали вот и тоже оказалось что он будучи президентом был замешан в коррупционном скандале в общем короче говоря и тем не менее корея в общем-то там выстроила такие правила коррумпированный президент путь процветания это не так мало того сейчас в корее предполагается баллотироваться по ги мун это генеральный секретарь до секретаря организации объединенных наций да никто не поймет кто это пан димун почему нет это мужчина там пан он сказал что я буду баллотироваться меня весь мир знает я генеральный секретарь оон у меня все схвачивали и в принципе есть вероятность что он станет и дай бог чтобы он не был коррумпирован но оказывается что в принципе если в стране но создаются какие-то правила где люди в общем-то не зависят от этих ребят то эти ребята зависят от людей от южных корейцев и в общем происходит то что там произошло нужны правила коррупции так трубка должна быть чистое южную корею оставим на пяти минут до слушаем звонок и говорим о культуре добрый вечер а сколько всего из-за вашего приватбанка мы не сказали добрый вечер слушаем вас да здравствуйте но это просто-напросто происходит отжатие государство отжимает к себе чтобы через некоторое время продать этот приватбанк и пополнить свою казну ну и это неплохо это правда между прочим потому что приватбанк со временем продадут да потому что сказал сегодня министр финансов что слишком много у государства так я прослушал начало у человека было что он говорит что это для того чтобы отжать банк и сделать из него в него закачать государственные сделать из него успешные а потом продать и заработать на этом ну государство имеет право заработать и причем это будет корректный термин отжать это юридически причем это будет не лимен бак и не пак кинхе а другие люди по-видимому купят этот банк если вы хотите говорить о культуре давайте будем говорить о культуре потому что у нас три с половиной минуты я даже на выступаю только без корейских имен потому что ты у них спотыкаешься когда произносишь ты зато я культуре я просто хочу ну вот еще вопрос того что вот куба должна деньги чехии и 250 миллионов практически долларов предлагает отдать ром как культуром это вот это нормально какая культура после принятия рома уже это без культуре нет это это нормальный новогодний подарок на столе а из культурных событий много очень было мы же пропустили одну передачу но я вот например для меня очень таким ну знаковым явлением является открытие доски александру галичу на улице староказацкой то есть очень красивая доска памятна это вот событие было я хочу сказать да что еще одна доска открыта к сожалению с нами нет и мы об этом передачи говорили но на мой взгляд уникального человека вот подвижника это не банальное слово с моей точки зрения штучного совершенно человека владимира скуратовского школа до школа названа шестая музыкально его именем и вот несколько дней назад открыли памятную доску эти символета я сделал фотографию водка туда дети стайка заходят потому что но очень много здесь не работал поэт художника хотел бы закончить программу его стихами и подвижный человек который вот чем для меня в это время пиарная пиарная действительно и сами грешим этим а иногда это надо человек который просто каждый день делал вот здесь на свой маленький подвиг и свою работу культура она разная точек соприкосновения много и до точек спора тоже очень много с кем спорить к ним не спорить какая она должна быть есть и массовая культура поставлены две очень хорошие точки в двух проектах в этом году пирс вечер пирса который прошел молоде молодежность группа ляпис и молодыми днепровскими группами и лига смеха блестящий финал был вот программе культурная столица победила кстати библейская сборная и хочу уважаемые телезрители в четверг последний день выставки уникальная мария примаченко в музее украинской живописи поторопитесь пожалуйста туда в четверг до последний день в рамках культурная столица но там четыре ну не останется я думаю что в следующей программе ты обязательно прочтешь потому что мы еще должны посмотреть коротко очень коротко покажите нам результаты нашего опроса хотя бы вот как-то оценим мы приблизительно 17 процентов ответили так 83 не собираются забирать ну неплохая статистика достаточно оптимистичная спасибо тем кто звонил и спасибо за вот участие в опросе и за то что звонили к нам в студию нас слушали и дождались доживем до следующего понедельника все будет хорошо надеемся скоро новый год грипп нас не коснется и вас тоже будьте здоровы до свидания пока всего доброго инсайдерская информация ничего не крали другой